ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Жёстко-жёстко. Наверное, так можно оценить смысл поправок, которые пытаются продвинуть МВД, а не касаются технически неисправных автомобилей. Речь идёт о проблемах с тормозами, рулевым управлением, о неработающих фарах, стеклоочистителях, стоп-сигналах и так далее. Если автоинспектор выявит это, он сможет обязать водителя устранить неполадки в трёхдневный срок. В противном случае у шофёра отберут свидетельство о регистрации транспортного средства, без которого, как известно, пользоваться машиной нельзя. Что ещё интересно, после ремонта придётся заново проходить техосмотр, а это дополнительные расходы. ТРАССА 101 Российским автомобилистам предрекают очередной коллапс, на этот раз как раз с техосмотром. Новые правила прохождения ТО, напомню, должны вступить в силу с началом марта 2021 года. Они предусматривают, если так можно выразиться, несколько степеней защиты от левого техосмотра. В том числе это лимит на количество машин, которые станция ТО сможет принять в течение суток. Вот и выходит, что есть риск возникновения очередей. ТРАССА 101 Продажи новых авто в нашей стране бьют рекорды. Самой покупаемой новой легковушкой в ноябре осталась Лада Гранта. Спрос на неё вырос на 16%. На 35% подскочили продажи обладательницы серебра Лады Весты. Почти такая же прибавка у Киа Рио. Корейский седан занял третью строчку. Хёнда Крета по-прежнему является наиболее популярным новым кроссовером. ТРАССА 101 Доллар за последнее время подешевел, а цены на машины всё равно растут. Киа тоже без предупреждения переписала ценники в большую сторону. Но уже упомянутый Рио подорожал на 10 тысяч рублей. Новая начальная стоимость почти 830 тысяч. По 15 тысяч накинули на Селтос и Сол. По 20-точке на Серато, Пиканто и Спортич. Максимальная прибавка у внедорожника Мохавы. Плюс 150 тысяч рублей. Теперь он стоит от 3 миллионов 250 тысяч. ТРАССА 101 Китай лидер по количеству выпускаемых автомобилей, кто бы сомневался. Как подсчитали зарубежные специалисты, за одну минуту в Поднебесной производится 49 авто. На втором месте с огромным отставанием в США 21 машина. Бронзовый Японии 18. Показатель России 3 авто за минуту. Самыми быстрыми автопроизводителями являются Volkswagen и Toyota около 20 машин в минуту. Далее в первой пятерке Hyundai, General Motors и Ford. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова